Основной темой восьмого заседания министров консультативного совета Южного газового коридора является увеличение поставок азербайджанского газа в Европу. Все больше стран заинтересованы получать голубое топливо по трансадриатическому трубопроводу. Этот масштабный проект направлен на дивизификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, чтобы способствовать укреплению энергетической безопасности Европы. Проведение восьмого консультативного совета Южного газового коридора сегодня имеет принципиальную важность, особенно в свете тех процессов, которые происходят на мировых газовых рынках, в частности на европейском газовом рынке. И в этом аспекте представляется очень важным для европейских партнеров обеспечить бесперебойную и надежную поставку газа из различных источников. Транспортировка азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору началась 31 декабря 2020 года. С этого момента по состоянию на 31 декабря 2021 года в Европу поставлено 8 миллиардов 1 миллион кубометров газа. В том числе более 6,5 миллиардов кубометров прокачано в Италию, 1 миллиард 2 миллиона кубометров в Грецию и Болгарию. Верховный комиссар ЕС по внешней политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС ведет переговоры с тремя ключевыми поставщиками газа. Азербайджан среди трех этих государств является государством, которое обладает трубопроводной инфраструктурой, что позволяет обеспечить бесперебойный и эффективный доставку газа до конечного потребителя в Европе. Масштабный проект ЮГК состоит из четырех сегментов. Шарданис Стадия 2, Южно-Кавказский трубопровод, газопроводы Танап и Тап. Напомним, в мае 2018 года на Сангачайском терминале состоялось официальное открытие Южного газового коридора. В июне того же года был сдан в эксплуатацию трансанатолийский газопровод. Общая протяженность Южного газового коридора – 3500 километров. Южный газовый коридор является стратегически важным с точки зрения энергетической безопасности Европы. При этом традиционные партнеры Азербайджана демонстрируют интерес к приобретению все больших объемов газа. Так, балканские государства активно строят интерконнекторы, которые позволили бы присоединиться к системе ЮГК таким государством, как Румыния, Венгрия, Сербия. Самира Рзаева, CBC